Честный открытый диалог – главный залог того, что в ситуации с федеральными выплатами не возникнет недоразумений. На первое заседание рабочей группы собираются все заинтересованные лица. Прежде всего врачи, фельдшеры, водители, представители областного профсоюза медработников. Каждый сотрудник скорой помощи сегодня выходит в зону особого риска. И потому напряжение значительное, в первую очередь психологическое, отмечает губернатор Дмитрий Азаров. И региональные власти заинтересованы, чтобы начисление выплат было максимально прозрачным. У нас нет ни малейшего желания, что-то там, прикрыв ладошкой, не выплатить медработников. Но это в принципе бессмысленно. Я вот не очень понимаю, когда начали в некоторых регионах высчитывать эти минуты и часы, для чего все это. Мы наоборот ищем варианты максимально эти выплаты осуществить на территории нашего региона. Максимально. В этом наша задача. Любую возможность мы для этого ищем. На встрече сотрудники скорой рассказывают, как обстоят дела в медучреждениях. Так, представители Тольятти и Сызрани отмечают, что верность федеральных выплат вопросов в них не вызывает. Все, кто контактировал с больными, ковид-19 их получили. Нагрузки возросли из-за того, что приходилось госпитализировать в самарские медорганизации, в связанские медорганизации. Но, тем не менее, коллектив относится к этим нагрузкам и к этой работе с пониманием. В Самаре объем работы больше, потому и у медиков остаются вопросы. На неизвестный случай без защиты. То есть, когда мы знаем, что там возможно, возможно будет пневмония, возможно там будет ОРВИ, когда мы одеты. Наоборот, риск меньше становится. А вот когда бригада незащищенная выезжает, это наоборот самый большой риск. Учитывая то, что медики сейчас на передовой в борьбе с эпидемией, губернатор принял решение о предоставлении единовременной выплаты всем сотрудникам скорой, вне зависимости от того, контактировали ли они с зараженной ими новой инфекцией или нет. Так, врачи получат по 20 тысяч рублей, средний медперсонал по 10, младший персонал и водителей по 5. Кроме того, по решению главы региона, единовременную выплату получат и сотрудники первичного звена. Врачи 15 тысяч, средний медперсонал 7,5, младший 5. Что же касается федеральных выплат, то чтобы ни у кого не было сомнений в корректности их начислений, у членов рабочей группы будет возможность это проверить. Мы все заинтересованы для того, чтобы каждый медработник, имеющий на это право, получил эти федеральные выплаты. Поэтому предоставим возможность, определитесь, кто это, и всю по цепочке проверку проведите. И моя в этом заинтересованность, и ваша. Давайте вместе это проверим. Дмитрий Азаров поручил в Рио министра здравоохранения еще раз проверить информацию по каждому спорному случаю, чтобы развеять сомнения. Кроме того, некоторые предложения, прозвучавшие на встрече, будут отправлены после доработки в адрес федерального правительства. Инга Пеннер, События.